здравствуйте друзья спрашивают как тут в америке с лотереями не приходилось ли мне участвовать как меняется психология людей которые выигрывают что-то в лотерею и вообще вот как я когда этот вопрос прочитал в памяти воспоминаниях унесся в первые дни нашего пребывания в соединенных штатах кстати вот мы приезжаем конец 90 года в советском союзе давайте может быть немножко об этом пару слов советском союзе было несколько лотерей одна была такая простенькая там за 30 копеек билетик и там можно было выиграть рубль рубль часто выигрывали такая массовая была штучка иногда побольше доходило там до 5000 рублей это можно было автомобиль там купить или можно было выиграть сам автомобиль то есть вот вот эти пять тысяч рублей или приз на 5000 рублей вот тех советских это был максимум но это было это легендарное что ты это я не знаю сколько там народу выигрывал очень мало но в советских лотереях вот в частности вот в этой там процент который отдается на выигрыши он был относительно высоким по сравнению с тем как соединенных штатах например какая часть денег уходит на выигрыши в ссср было больше была лотерея до соав добровольное общество содействие содействие армии авиации авиации флоту вот это соав значит там на свои нужды но государство как бы государственная в принципе организация но вот так была лотерея так называемая художественная там разыгрывали произведение искусства и говорили что вот там самый высокий процент отдается на на выигрыши но с другой стороны вот как бы я думаю там какой-то элемент есть оценки произведений искусства которые разыгрываются и тогда я не знаю в общем были такие лотереи и было исключительно популярная лотерея она одна единственная такая была книжная которая была мгновенной вот стоит такой барабан значит там крутанул вытащил билетик значит тик 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 и вот тебе там что-то выигрывается билетик стоил по моему 25 копеек значит выиграть можно было начиная от еще одного билетика то есть вот ты мог выиграть билетик это еще один билетик взял еще один билетик дальше там были всякие выигрыш там 50 копеек что там рубль 3 рубля больших выигрышей там по моему особо не было ну вот вот это было очень массовой лотереи там видимо очень значительный процент уходил на выигрыш и потому что это просто вот как бы легко было что-нибудь выиграть конечно как и во всякой лотереи как в я не знаю там в рулетке в той же ты чем больше ты играешь тем больше ты проиграешь если тоже выиграл так уже сиди тихо и не рыпайся но это же не как бы не ради этого это все-таки фан какой-то в этом есть азарт какой-то ажиотаж прикол поговорить можно показать кому-то рассказать и так далее но там еще что получалось что вот эти билетики можно было использовать для покупки книжной лотереи можно было использовать для покупки только книжек их нельзя было превратить в кешь наличные деньги но поскольку там много народу стояли на улице с этими билетиками там газетки там или что-то не такое продавались с некоторым оборотом налички вот то я знал например одного паренька мы учились не в одной школе и у него и как-то там накопилось рублей на на 50 вот этих выигрышей и как-то он так не мог их реализовать в литературе и он вот у такого работника значит их там с учетом интересов то есть ему там не не и не 50 рублей дали на 50 рублей билетов ему дали там не знаю 40 там или 42 там но что-то такое то есть можно было обменять там на живую наличность и вот с этим бэкграундом как бы можно сказать никаким приезжаем мы в америку а тут значит лотереи так устроены и знаете как шиба играться бубук там со всех сторон какие-то лотереи значит первый уровень лотереи это вы можете зайти в любой магазинчик но абсолютно любой маленький большой и там есть разделчик где вот билетики продают значит лотереи бывают тоже мгновенные там значит почиркал там монетки почистил и обнаружил что там лотереи бывают такие как бы не надо подождать пока тираж произойдет в калифорнии например есть очень популярная лотерея где очень серьезные выигрыши бывают но там понимаете как с одной стороны процент который на выигрыш идет он совсем небольшой с другой стороны сами выигрыши колоссальные то есть там люди выигрывают миллионами бывают десятками миллионов если например главный приз не был разыгран вот никто не вытянул вот этот номерочек там или что-то значит вот переходит на следующий месяц или там следующий тираж и еще больше народу прибегает выше ставки растут и по телевидению показывает понимаете там растет когда вы приходите какой маленький магазинчик где кто-то что-то выиграл так там будет написано на этом магазинчике что вот у нас тут выиграли миллион миллион или там у нас там что-то такое произошло то есть как бы ну вот и очень много лотерейности всякой приходит по почте причем довольно ну как сказать навороченные технологии как больше и больше и больше денег получить людей которые склонны эти деньги дать то есть те кто вообще не реагирует они не реагируют но те кто начинает что-нибудь покупать или там участвовать вот тут на них наваливаются потому что помимо того что человек может купить что-то он еще будучи таскать заинтересованным попадает всякие списки заинтересованных и торговля списками это отдельный вид дохода поэтому если мы знаем что вот там сидоров там подписался вот на такую лотерею мы продаем его координаты тем кто продает другие лотереи они читают ему писать по почте или там я не знаю ну не нас не название будет нет вот обычно пить хотя бывает что и позванивают да были такие лотереи где позвоню вот и значит соответственно есть какой-то дополнительный доход есть еще такие знаете мероприятия где говорят так вот ты участвуешь там в чем-то таком ты можешь выиграть там или не выиграть но вот вот это ты уже гарантированно получаешь и обычно гарантированно получаемом будут какие-то путевки куда-нибудь там куда их так никто не берет и они там все равно бесплатные но вот что-нибудь такого плана и ты можешь даже по закону по закону ты можешь например даже позвонить и сказать я тут получил приглашение на участие я там денег давать не буду а вот что там гарантированно это я хочу получить пришлите мне и они пришлют я вот пару раз так делал это не лотерея это называется sweepstake но таки так отчет что-то присылают какие-то путевки я потом в итоге так и не воспользовался но но можно и так вот законы это регулирует чтобы не обманывали насчет того что с людьми происходит с этим жился человек и друг бах там миллионов выиграл и как правило выигрывать люди небогатые ну то есть совсем от сахи вот и что понятно потому что в основном люди от сахи да и играют то есть а какой у них еще шанс есть так вот прорваться вот они так играют билетики недорогие копейки и вот человек выиграл но но тут есть тонкость которую я думаю что вы легко согласитесь потому что это очевидно совершенно значит есть люди которые имеют деньги потому что они умеют их зарабатывать умеют при приумножать заработанное и допустим если человека есть там 10 миллионов он так заработал и друг его раз еще пять дали эти 5 миллионов он хорошо использует задействует закрутит раскрутит может быть из этих пяти он сделает 10 там через три года или через пять а может 25 сделает если человек никогда в жизни ничего зарабатывать не зарабатывал и он вдруг ему говорят вот эти 10 миллионов а он не умеет давайте он не умеет зарабатывать он не умеет вкладывать он не умеет их держать он дальше происходит такая вещь на человека который что-то там выиграл накатывается волна всяких солиситоров которые начинают у него просить деньги разных организаций которые говорят вот там пожертвуйте на это пожертвуйте на то инвестируйте вот сюда вложите туда-сюда то есть очень часто вот человек который выиграл на его показывают вы его показывают по телевидению ты меня не скройся вот и они платы исчезают они сбегают они куда-то там я не знаю выезжают чтобы тут не было чтобы найти было нельзя и так далее потому что их жизнь превращается в какой-то страшная такой вот впытку вот этим вот известно что ну как известно читал вот я сейчас ссылку прямую не давно но читал что чуть ли не 80 процентов людей которые выиграли там крупно в лотереях через пять лет 80 процентов из них оказывается на вэлфере на паблик ассистанс то есть они то есть их положение ухудшается по сравнению с тем что было до того то есть они не были на вэлфере может зарабатывали немного но они не были на вэлфере а тут их просто разносит и они уже не в состоянии деньги держать их денег нет и работать не могут то есть такое сложное с ними происходит это в общем-то большой стресс для человека который не знает как деньгами быть он станет сразу мошенников и так далее разных специалистов по по этим делам не все да ну ну просто есть такая такая опасность что еще сказать есть лотереи например тут есть такая очень раскрученная что ли известная там с телевизионными такими пассажами лотерея где люди подписываются в на периодические издания газеты я помню вот мы первые свои подписки у нас были вот через через эту систему это очень увлекательно вы не знаете это красочно это увлекательно тебе приходит домой какой-то пакет и там написано что вот ты там участвуешь там в каких-то вот надо подписаться хотя это не обязательно но надо и ты подписываешься на что-то как только на что-то подписался тебе приходит следующее что ты участвуешь дальше что продвинулся что ты приблизился эти 10 миллионов там ставка 10 миллионов значит и буквально вот перешел на следующий тур и ты опять на что-то подписался вот и значит и так далее все очень 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 как сказать ну классно то есть и так поначалу особенно вообще от нас не так таким языком написано что вот еще вот-вот уже выигрыш точно я хочу сказать что-то халу хорошая лотерея потому что она на самом деле позволяет людям начать читать что-нибудь и как-то развиваться вот я могу сказать что в нашей жизни сыграла какую-то положительную роль потому что раз уже этом подписался на что-то то я уже и читать начал на английском это было в самом начале мне было тяжело читать на английском но вот я постоянно что-то читал я подписался на журнал car and driver то есть на грубо за рулем такой американскую версию там такого плана то что было интересно на тот момент ну там громадный выбор этих изданий и они там за дешево не не то что они там за полную цену они там за такую цену что вообще не подпишешься за такую цену нигде пройдет очень выгодно и смешные деньги ну там ну 7 долларов там за год заплатила это 15 не о чем говорить вот и дальше эти 10000 которые там человек выиграл ему не дают видим 10 миллионов я знаю эти 10 миллионов ему не дают в виде 10 миллионов а ему эти 10 миллионов дают видим облигаций которые значит так построены что каждый год на 30 лет растянуто и в течение 30 лет он каждый год получает там триста тридцать три тысячи там 333 доллара это 33 цента то есть на 30 лет поровну поделена конечно 300 тысяч сегодня это не 300 тысяч через 10 лет и и тем более это не 300 тысяч через 30 лет мы понимаем что деньги как бы в цене снижаются но с другой стороны все-таки об этом есть как бы положительный момент и для человека который выиграл потому что у него нет возможности все эти деньги профукать он каждый год там 30 лет получает свои 300 тысяч он за это время может и образование получить и разобраться с тем куда девать деньги и может быть консультанты какие-то найти хороших там еще что-то и и как бы шансы профукать намного ниже и я думаю что это какой довольно гуманный подход на самом деле не разрушительный для людей которых вот так вот бахтом и из из бедности из нищеты друг жахнут там 10 миллионами и считай что ничего не останется есть статистика очень интересная когда получал лицензию страховую там значит мужик который занятие вел он говорит вот ребята скажите вот когда человек умер и наследники получили вот то что называется death benefit деньги из страховки жизни из life insurance получили деньги вот они сумму не называют но он говорит вот как вы считаете вот сколько дней в среднем по стране уходит у наследников на то чтобы потратить вот эти деньги такой вопрос интересный и но там народ гадает и говоря ну там я не помню 53 там 57 ну пусть 57 буквально два месяца пройти в течение двух месяцев вот то что человек всю жизнь платил понимаете там детям там или внукам какая-то сумма существенная должна была бы быть и он раз так за пару месяцев все уходит что ж такое ну там немножко другой ответ потому что те кто сейчас например умирают люди и чьи наследники получают деньги эти люди страховались может быть там в начале 60-х или там может быть начале 70-х когда страховались на 100 тысяч там допустим это считались большие деньги и вот на 100 тысяч в 60-м году вот здесь через дорогу в городе лос-алтес который самый дорогой город соединенных штатах ребята мы с вами находимся в самом дорогом городе соединенных штатов если мы смотрим на цены домов с тремя спальнями и двумя туалетами вот вот мы сейчас въехали вот в этот город так вот в лос-алтесе 60-м году можно было на 100 тысяч купить 4 дом новых дома сейчас чтобы 4 новых дома купить нужно миллионов 12 15 ну 12 скорее чем 15 вот поэтому жуткие были деньги а сегодня что такое 100000 сегодня 100000 это ну тачку модную купил пацан там допустим внучок ну вот или может еще что там я не знаю на что люди их тратят поэтому к вопросу о лотереях дурные деньги они в общем-то редко кому-то счастье приносит так так бы я сказал хотя фан в этом наверное есть какой-то